Братья, я сегодня хотел побеседовать о курсах хористов и регентов в нашем объединении. Это та область работы, где соприкасаются и наши молитвы, и наша совместная работа пред Господом. Потому что, если учесть, что на общебратские курсы поступают в 16-17 лет, а таким образом на курсы хористов в объединении поступают на года два моложе, то вы можете представить себе, что за контингент у нас учится. Я думаю, что в целом ситуация это нормальная, потому что музыкант должен сложиться как музыкант гораздо раньше по возрасту, иначе тогда его аппарат исполнительский не будет такой гибкий, и его можно развить только в раннем возрасте. Поэтому, чтобы родители ясно представляли ситуацию, когда надо начинать учить детей, они должны позаботиться о скрипачах, если они думают обучать детей на скрипке мальчиков, девочек лет в 6-7. Скажем, пианист лет в 8, духовик лет в 9-10, не позже. Это самые такие оптимальные сроки для того, чтобы мальчик или девочка могли начать учиться вовремя и закончить. Правда, православный священник еще в XIX веке, когда оценивал стремление баптистов к учебе, он говорил так, баптисты учат своих детей, но настолько, насколько это служит к славе Божьей. Я думаю, был не глупый священник. И наблюдательный. На сегодня у нас в целом на курсах в объединении сложилась достаточно уже выстроенная картина. Если, скажем, на первой курсе хористов принимали всех желающих с любой подготовкой, то на сегодня курсы хористов закончились 1 апреля в шахтах. Уровень подготовки или уровень требований под подготовки был такой. Он включал в себя три блока. Музыкальные знания. Затем можно их обозначить так, вот, служение словом и грамотность. Музыкальные знания в нашем объединении на курсах хористов были уже расширены до темы интервалы. То есть, начать с самого начала нотное письмо, знание в двух ключах, название нот и тема интервалы включительно. Если говорить о форме, то это был музыкальный диктант и билеты по теории и сольфеджио на базе общебратских курсов. Другой блок вступительных экзаменов представлял собой вот что. Поступающий на курсы рассказывал стихотворение, пел псалом соло, рассказывал наизусть стих из Писания. Мы взяли примерно объем стихов 20, но в этом году рассказывали Псалом 32. «Радуйтесь, праведные Господи, правым прилично словословие». Там много говорится, вот, слово говорит о том, каким должен быть музыкант. Вы знаете, я вот в шахтах был на некоторых экзаменах. Братья и сестры рассказывали. И рассказывали Псалом достаточно большого объема. И чувствовалось, что внутреннего сопротивления нет. Я, когда читал одну работу по книге «Притч», английский епископ где-то XVIII века говорит о том, что я бы советовал всем матерям, чтобы они с девочками выучили из 31 главы «Притч», вот, начиная, кто нашел добродетельную жену, цена и выше жемчиха. И вот так вот до конца. Я думаю, ну, это, так сказать, мои просто мечты, что при той увлеченности девочек музыкой, при том, что музыка действительно очень сильное средство и подчиняет себе иногда человека, и том, что девочки любят учиться, чтобы была правильная ориентация, может быть, им и тоже надо это местописание вот так вот выучить. Но в любом случае мы думаем, что и дальше знать местописание наизусть в объеме 20 стихов – это необходимый элемент нашего духовного роста. И третий – это вопрос грамотности. Писали диктант по русскому языку. Занятий не было по русскому языку и не будет, но русист подводит результат, беседует, как дальше поработать самостоятельно, чтобы исправить те или другие ошибки. Ну, опять решили переписать диктант. В общем, нормальная рабочая обстановка. Для нашего русского, Ростовско-Донецкого объединения русский язык – это язык общения. У нас и хоры поют на украинском языке, скажем, «Душа моя, втешайся в бозе». Вот, и некоторые соло даже стали петь на украинском языке. Это хорошо. Но если мы потеряем русский язык как язык общения, то в будущем, я думаю, это будет не совсем нормальная ситуация. То же самое и курсы регентов детских хоров на Кавказе. Там в прошлом году был диктант по русскому языку. В конце года был отчетный семинар вот такого учебного плана. Писали второй раз диктант – уже получше. И я думаю, что если в этом направлении мы вместе хорошо поработаем, потому что регента не везде и не всегда могут справиться вот с такой подготовкой, я думаю, мы таким образом будем формировать музыканта, как духовного работника, который возвещает Слово Господне. «Возвещу имя Твое, братья мои, посреди церкви воспою тебя». Если Слово посеяно в памяти, если в сердце посеяно в память, то оно даст свой плод. Потом я дам время для вопросов, и можно будет обсудить вот эти проблемы. Говоря о курсах, мне бы хотелось коснуться вот еще одного вопроса. Подходит ко мне брат или сестра и говорит, «Виктор Михайлович, я хочу петь в хоре». Я начинаю задавать вопросы, для чего ты желаешь петь в хоре? То есть, я начинаю формировать внутри его чего ты хочешь. В моем представлении сложилось то, что и я ему рассказываю. Чтобы петь в хоре, нужно, первое, чтобы ты умел молиться. Но как ты будешь петь молитву Отче наш? Как вот слух церкви будешь петь эти молитвенные слова, эти звуки молитвы, если ты никогда не испытал сладость молитвы в тайной комнате? Что такое молитва? Молитва – это когда мы словослоем Господа. Поэтому обязательно молодым мальчикам и девочкам нужно молиться вслух. Молитва про себя, она не формирует речь. Она делает речь музыканта, христианина бесцветной. Один брат, который проводил занятия с крещаемыми, говорит, «Я предложил брату помолиться». Он пригласил к молитве, помолился. «Господи, благослови эту пищу! Аминь!» Ну, какой с него будет музыкант? Как ему в хор идти? Если ты не умеешь молиться дома вслух, если ты не умеешь молиться в церкви, так, чтобы твоя молитва, она говорила о твоем поклонении Богу, ты не сможешь ни петь, ни играть в хоре. Это первое условие. Второе условие. Писание говорит о молитве. «Молясь, воспевали Бога». Регента говорят. «Пение выросло из зерна молитвы». Если это есть внутри живая молитва, живое общение с Богом, вот такая гласная молитва, с живой интонацией, с хорошим, богатым словом, как говорит псалмопевец, «Письма о царе, язык мой трость скорописца». Да, конечно, ты будешь вдохновенный музыкант. И когда вот это есть, сформировалось в молитве, общении с Богом, тогда начинается следующий необходимый этап, отсюда следующие необходимые условия для поступления в хор и на курсы. Ты должен рассказывать стихотворение. И вот так же вдохновенно, как молишься, вот так же богато и духовно. Вы, наверное, знаете и помните Краснодарский, с тестерю Женю, прекрасный декламатор стихов из нашего обедения, из Краснодарского обедения. Она говорит, «Прежде чем рассказывать стихотворение, я его пропущу через сердце». Она говорит, наплачусь, напереживаюсь. Богатое сердце, чувствительное вот к этим ощущениям, оно в стихотворении научится не растерять вот то, чем богато сердце. Петь ещё рано. Риген, когда принимает музыкант в хор, хорист в хор, говорит так, «Сиди, молчи и слушай». Вот это внутреннее богатство тишины и молчания, когда оно наполнено, а потом в стихотворении не растерять. Музыки ещё нет, мелодии нет. Это сложно сразу спеть и слово, и мелодию. А вот так в стихотворении довести до конца, сказать «Аминь» – это так не даётся. И не всем это даётся. Здесь нужна опытность, здесь нужно постоянство. И если хочешь петь в хоре, начинай рассказывать стихотворение. Слух всей церкви, чтобы душа у тебя начинала звенеть, чтобы появилась эта мелодия музыкообщения, когда сердце открывается. Пушков однажды говорит, «Больше всего волнуется тот человек, который много думает о себе». Вот почему многие боятся выходить вот так, как я буду выглядеть. Не надо бояться молодому певцу-музыканту ошибок. Надо расти. Нужно строго, критически к себе относиться. Но больше всего волнуется тот, кто думает о себе слишком много. И когда есть молитва, когда есть умение рассказывать стихотворение, тогда это полагается на музыку. Что представляет собой песня? Из песни слова не выкинешь. Песня в Писании говорит, «Слово Христово вселяется в вас обильно». Это слово Христово, оно основа нашей звучности, положенное на музыку. И когда ты поешь, не потеряй состояние молитвы. Не потеряй вот этого богатства слова. И все это не на одной ноте, а вот так по всем нотам, верно выбранным. Один брат берет юность Иисуса, начинает петь. Я говорю, ну, ты сегодня заврался. Все в тональности, все в ладу, но почти ни одного звука, той мелодии, которую автор сочинил. Вот так точно, по-авторски, а не по-своему, вот так вот со всем богатством, назиданием и поклонением Богу ты начинаешь петь. Когда в тебе это есть, тогда и в хоре будет рост. Когда этого в тебе нет, а ты идешь в хор, в оркестр, что из тебя выйдет? Левит, имеющий доброе разумение, не выйдет. Музыкант, который владеет всем искусством, не выйдет. Это молчу. И я думаю, братья, если мы вот так вот попробуем формировать нашу молодежь, рассказывать, как служить Господу, вот уже где-то за год, курсы сейчас закончились, 1 апреля, а сейчас в следующей подготовке, к следующим курсам, вот кто поедет на курсы, помочь вот так вот, чтобы они оводили всем этим богатством подготовки, а на курсах, когда преподаватели принимают экзамен, учат дальше, начать их укреплять, укоренять в этом, это будут добрые служители Божии. Еврейский мудрец сказал так, робкий не сможет учиться, строгий не сможет учить. Преодолеть робость, начать учиться, начать работать над собой. Я думал, молодежь наша ленивая. Нет, наша молодежь трудолюбивая. Наша молодежь хочет работать. И посмотрите, идут курсы общебратские. Сколько лет уже курсы регентов? 120 человек на регенском отделении. На остальных музыкальных отделениях все больше и больше людей. Не уменьшается. Курсы хористов. 70-80 человек. Меньше не становится. Но китайская пословица говорит так, учитель только откроет дверь к знанию, а войти в нее ты сможешь только сам. Вот как бы нам объединить наши усилия, молитвы, наблюдения за жизнью молодежи, чтобы и регента, и руководители молодежи могли помочь молодежи стать тем, кем она и должна быть. Дальше. Курсы хористов в нашем объединении, вот в нашем Южном федеральном округе, это курсы хористов и для членов церкви, и для тех, кто только покаялся, и даже для нечленов церкви. Мне сейчас дали список по прошедшим курсам. Один списочек – те, кто могут дальше продолжать учиться на курсах хористов. Второй списочек – те, которые могли бы поехать на общебратские курсы. И еще маленький списочек – можешь приехать на курсы хористов, если примешь крещение. Только вот таким образом. Я думаю, это немножко поспешная запись, если примешь крещение. Господь говорит, должно вам родиться свыше. И поэтому участие на курсах хористов, руководителей молодежи, оно несколько упускается у нас. Или на курсах хористов в Краснодарском крае участие руководителей молодежи, я думаю, это очень важный момент. В Луганске в этом году, прежде чем послать на курсы хористов, обо всех кандидатурах рассудили на Братском совете. Проблем с людьми было меньше. Я думаю, это бы удержать и сохранить дальше. Должен ли участвовать в подготовке учащихся к курсам хористов, руководителям молодежи? Я думаю, обязательно. Провести через обсуждение. И я думаю, чем больше сам руководитель молодежи будет участвовать в служении хора и оркестра, тем он больше будет понимать проблемы, которыми озабочены вот эти дети-подростки. В связи с этим у меня вопрос. Можете ли вы поднять руку, кто, как руководитель молодежи, поет в хоре или играет в оркестре? Не трудно будет. Поднимите, пожалуйста, руки, братья. Поет в хоре и играет в оркестре. Достаточно богатая картина, слава Богу. Только, братья, просьба, не будьте пассивными. Попробуйте с аргентами вот стать соработниками, потому что все – Божья Нива, а мы только соработники у Бога. На самих курсах люди ведут себя по-разному, одеваются по-разному, и все это говорит о духовном состоянии. Господь говорит, не тот ли, кто сотворил внутреннее, сотворил и внешнее. Я пока раздам вот эти фотографии, их не так уже много, но, по крайней мере, побеседовать нам можно будет. На тот ряд передайте. Пока передаю фотографии, я ищу несколько мыслей. В моем представлении, хотя часто на зеркале и пишут надпись, человек смотрит на лицо, а Господь на сердце, все-таки вот это единство внутреннего и внешнего гораздо богаче, чем мы представляем. Для анализа оно может быть разорвано, но настоящий человек – это богатейшее единство внутреннего и внешнего. Поэтому, когда не хватает внутренней дисциплины, мы говорим о внешней дисциплине, хора, оркестра, курса. Когда богата внутренняя жизнь, сдисциплинирован внутренний человек, тогда все это проявляется и во внешнем человеке. Не тот ли, кто сотворил внутреннее, сотворил и внешнее. Вот в прошлой статье, что я показывал вчера, корреспондент «Известий» обозначил проблему. По содержанию этот хор из Гарлема, по содержанию он требует храм, а по форме песнопений он требует танцпол. У меня вопрос. Это противоречие, оно снимается? И каким образом сущность этого хора из Гарлема американского, по сущности, что представляет собой этот хор? Хор возрожденных христиан или музыкантов, нерожденных свыше? Попробуйте, пожалуйста, мне ответить. Как вы после прочтения этой статьи сформировали свое суждение? Кто-нибудь один? Руку. Нерожденных свыше. Я тоже думаю, что корреспондент «Известий», они любят ставить проблему, не давая конкретных ответов, показал вот это противоречие, которое говорит о том, что этот хор не принадлежит ни к миру, ни к церкви. А точнее, а точнее, он не является церковным, потому что мы сказали нерожденных свыше, а принадлежит кому? Миру. Вот как раз здесь внешняя сторона, несмотря на тексты христианских песнопений, несмотря на то, что они пели Госпел, вот эта сторона говорит о их внутреннем состоянии. Это музыка невозрожденных христиан. Это исполнительский стиль невозрожденных христиан. Если бы мы издавали журнал музыкально-хорового отдела, мы бы назвали этот журнал так – «Музыка возрожденных христиан». Если мы говорим о музыке вне нашего братства, в целом, когда мирскую сцену делают местным поклонением Богу, а церковь – танцполом, то эта музыка невозрожденных христиан. Немножко кому-то обидно. Может быть, не совсем и термин такой еще прижился, но я думаю, что об этом разделении уже можно говорить. Я думаю, что если мы будем не бояться давать наставления, вот как те евреи 19 века, они боялись давать наставления, боя с наставления, я буквально сделал выписку, то наши оркестры не будут подвергаться вот этому искушению. Это вызов. Вызов тех, о ком мы молимся, о пробуждении которых мы молимся. Это вызов молодежного отдела Российского Союза. Это вызов нашей молодежи. Как она ответит на это? Жизнь покажет. Но, если мы будем бояться давать наставления, вот образцы такого человека в служении, в практике, я встречал. Не на общебратских курсах, но встречал. В чем опасность этого явления? Очень много девочек учатся в музыкальной школе. Очень много девочек становятся хорошими скрипачками. Естественно, играют у нас в областных и межобластных оркестрах. И правильно их наставить – это наш долг. В чем здесь могут быть разномыслия? Я прочитаю из послания к римлянам одно место Писания. В целом, проблема сводится к нашему пониманию богослужения. Богослужение – это то, что мы создаем, или то, что уже есть. Послание к римлянам. Глава 9. Я буду читать с 4 по 5 стихи. Израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь. Точка зрения христиан, нерожденных свыше, в отношении богослужения, в целом формируется так. Богослужение создается в связи с культурой народа. Какая культура народа, таковы и богослужения. В Африке одна культура, у них одно богослужение. У нас в России другой менталитет, другая культура, другое богослужение. В связи с культурой формируется богослужение. И в связи с эмоциональной сферой. Тех, кто участвует в богослужении. Мне в чем трудность? Я мыслю материал, но не мыслю формулировки. И повторить мне будет трудновато. Мы лучше потом побеседуем. На мой взгляд, это ложь в отношении богослужения. Потому что Писание говорит, что богослужение дано израильтян, которым принадлежит богослужение. Им оно было дано. Оно было Богом сформировано. Одна характерная деталь – жизнь есть жизнь. Вопрос. Почему шафар, духовой инструмент евреев, нельзя было делать из воловьего рога? Только из рога горного козла или других животных. Евреи отвечают. Потому что рог, труба из рога тельца, она напоминала бы Богу о том золотом тельце, которому они поклонялись. Умный народ. Они хотят, чтобы ничего Богу не напоминало о их грехах. Им дано. Бог сформировал у них богослужение. Им оно принадлежит. Ни культура, хотя элементы культуры имеют значение, ни эмоции не формируют богослужение. Два примера. После Саула Давид и все израильтяне обратились к ковчегу. И написано, Давид и все израильтяне играли пред Богом из всех сил. Вот богатство. Чувств. А потом Давид говорит. За то, что мы не взыскали Бога как должно, Бог поразил нас. Очиститесь, осветитесь. А потом поставили левитов, чтобы они громко возвещали глаз радования. Где эмоции захлестнули? Изо всех сил? Отсутствуют ли эмоции громко? Возвещали глаз радования. Присутствуют. Но они облагорожены. Они имеют границу. Не громче самой вести. Поэтому это ложь, когда богослужение формируется культурой и эмоциями. Если говорить о богослужении, то богослужение Сипко часто употребляет такой формат. Такое слово. Формат богослужения. Вот в формате богослужения пантомима не подходит. А в формате молодежного общения после Конгресса все нормально. Богослужение, оно не может соседствовать со словом формат. Кроме этого, они говорят, богослужение традиционное и нетрадиционное. Как лечение, традиционное и нетрадиционное. Традиционное богослужение утречка. Присутствуют и молодежь, и старушки в большинстве, как это было по традиции раньше. Вечером в джинсовых костюмах молодежь, в водолазках молодежь, стариков нет. Другое богослужение. Поэтому, когда мы говорим о проблемах и вопросах подготовки молодежи к курсам, мы говорим о том, каким должно быть наше богослужение. Мы говорим о том, какое богослужение Бог сформировал нас по образцу еврейского богослужения, но не по букве закона. По вот этому духу радуйтесь пред Господом как? С трепетом. Служите Господу со страхом. Вот отсюда и все вопросы, которые возникают, и длины юпок, и как сидят, и как одеваются. На этих курсах у всех сестер длинные юпочки, а там в шахтах вот так еще подиум приподнят, и все сидят высоко. А у одной короткая. Она неплохая, но короче, чем у всех. И все говорят, не подходит. Брат пришел с короткими рукавами в хор. Все говорят, не подходит. Для чего не подходит? Мы скажем, не подходит для формата богослужения, а для формата молодежных общений подойдет. Вся суть сегодня сводится к чему? Наше отношение к богослужению. Вся наша работа на курсах, подготовка к курсам – это подготовка людей вот к этому поклонению Богу, к богослужению. Когда человек приходит и входит в служение Христа, возвещу имя Твоего, братья Моим, посреди церкви, воспови Тебя, входит в служение Христа. Когда он со страхом и трепетом учится поклоняться Богу, это то, что мы приняли из богослужения еврейского народа. То, к чему нас Бог приобщил, потому что из обоих создал одно. И я думаю, если мы в своей подготовке будем говорить, что вот это вот немножко слишком, это традиции где-то, от них можно отказаться, можно не отказаться, я думаю, как бы мы здесь не потеряли самое главное – подвержившись влиянию мира этого. Богослужение формируется культурой и эмоциями, вместо того, чтобы сказать и стремиться к этому, богослужение – это то, что уже было, дано Богом, и которое представляет собой поклонение в Духе и Истине. Вот эта сестричка, она не подойдет для богослужения. Не потому, что культура другая, не потому, что она чувственная, она совершенно не сможет поклоняться Богу в Духе и Истине. Христос рядом с ней не станет и не споет, если так образно говоря, «Возвещу имя Твое, братья Моим, посиди в церкви, воспою тебя». Да и она побоится приблизиться к Нему. В таком наряде можно приблизиться к Христу только в день покаяния. Вот примерно круг вопросов, которые я хотел бы сегодня поднять, и чтобы мы вместе стали соработниками подготовки певцов и музыкантов, потому что это неотъемлемая часть нашей богослужения, но богослужений, а не нашего концерта, самодеятельности или, наоборот, профи. Богослужений этого нет. Лютер так и переводит наш текст синодальный. «Были обучены петь пред Господом, но совершали служение малой наравне с большим, учитель наравне с учениками, у Лютера мастер наравне с учениками». «Воспевали Богу, Писание говорит, во благодати, Лютер переводит приятными Богу песнями. Если наши уста не будут молчать, будут добрые наставления, я думаю, в целом мы сможем управиться со всем этим волнующимся морем музыкантов и певцов». В целом у меня всё. Если есть, можно минут пять-семь вопросы по сегодняшней теме, по подготовке, как мы видим, может, где-то ошибаемся, может, где-то буква захлестнула. Можно будет коротко обсудить. Спасибо. 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 Спасибо.